Окружающим он всегда казался успешным, благополучным и правильным. Называется «Наше русское всё». То есть он был мудрый, он был добрый. В жизни есть вот такие спокойные, тихие, надёжные люди, которые остаются в твоей жизни навсегда. Поводов для сплетен этот человек никогда не давал. Слыл однолюбом и образцовым семьянином. Лишь немногие знали, что жена артиста, с которой он прожил всю жизнь, страдала тяжёлыми затяжными депрессиями. Вердикт врачей был страшным. Мания преследования. Я просто восхищался, что он удивительной преданности. Ему ведь многие советовали расстаться с ней. Оставь Сева, уйди в чём есть, ты всё наживёшь, потому что дальше будет только хуже. И папа сказал, что я никогда её не оставлю. Съёмочная площадка была для артиста спасением, возможностью хоть ненадолго уйти от тяжёлой реальности. Ему так тяжело было возвращаться всегда домой. Кандалы вот надевались на человека и заставляли его туда идти. И он шёл в этот свой ад. Шёл, потому что только там дома было всё, без чего он не мог жить. Не мог играть, не мог быть счастливым. У Всеволода Санаева почти 100 работ в кино. Но, пожалуй, самой яркой и неожиданной, в том числе и для самого артиста, стала роль Сиплова в фильме «Оптимистическая трагедия» режиссёра Самсона Самсонова. «Обидели старую женщину, кошелёк похитили. Смотри, мать, которой обидел матрос. Этот, мать? Этот. Давай. Есть же трибунал, ваше дело техническое. Товарищи! Твоё дело политическое, при комиссарии газетка. Настись! Готов. Справедливость, мать. Там не первый слой ассоциации, как сейчас, то, что требуется у нас в классических мыльных операх, а второй, третий, четвёртый, пятый план – это было вкусно! Кошелёк! Покажи! Анархия, мать, порядка! Ещё презент? Покажи. Справедливость. Давай, папуля! Мама, например, была категорически против, чтобы папа играл в «Оптимистической трагедии». А я тогда уже училась в театральном институте. И я сказала, папа, какой же ты актёр, если ты от такой роли откажешься? Совершенно ни в какие ворота. И он, конечно, согласился. И это был тот редкий случай, когда Всеволод Васильевич пошёл наперекор воле супруги. Кто сырит, теперь кушу горло! Плюю я на вас! И на тебя! И на эту тварь! Я на волосы и плюю! Никому не подвластен! По два раза сифилисом болел. Это как бы заслуга перед революцией. И понимаете, венерическое заболевание. Заслуга. Он это говорит, как будто орден получил. С каторги бегали. По два раза сифилисом болели. И я уверен, это не Самсон Самсоныч придумал. Не режиссёр. Это вот точно это Санаевское. Придумал же такое вот это сказать. Санаев всю жизнь мечтал об острохарактерных ролях. А роль Сиплова сыграл только в 51 год. В жизни побеждаю терпеливый. В этом я убедилась на примере жизни отца. Начало карьеры Санаева в кино было необычным. Он получил сразу две роли в одном легендарном фильме. Шёл 1937 год. Режиссёр Григорий Александров снимал музыкальную комедию «Волга-Волга». 25-летнего Всеволода, только что окончившего ГИТИС, пригласили в картину на роль дублёра. Санаев должен был вместо героя прыгать в реку. Сева раз за разом исправно нырял в ледяную воду. Ведь лето, как это часто случается в кино, снимали поздней осенью. В результате молодой артист чуть не утонул. В суматохе за ним забыли послать Глиссер. Зато этот случай, едва не окончившейся трагедией, дал Санаеву возможность оптимистично смотреть на своё кинематографическое будущее. В награду за терпение и смелость сам Александров предложил парню сразу две роли. Музыканта симфонического оркестра Надо эту песню записать на ноты и играть в Москве. Правильно. Или Саруба. Это была первая комедия, в которой я принимал участие. Будучи ещё молодым человеком, меня приклеили к бороде, одели, пошили рубашку, подложили подушку, шапку, сапоги. Ну, в общем, превратили меня в весёлого лесоруба. С приклеенной седой бородой и озорными молодыми глазами этот лесоруб, играя на пиле, вызывал гомерический хохот режиссёра. Ты что небо высока, ты то, что море сирока, Ты не объектная, дорога молодёжная. Хорошая песня. Разудалым весёлым эпизодом кинематограф побаловал артиста только однажды. Мудрые, справедливые, надёжные. Председатели колхозов, партийные работники, милиционеры. Сколько же Санаев сыграл таких ролей за свою жизнь? В каком году пропала ваш тёть? В 10-м? Очень хорошо. Послужной список у него огромный, огромный. Ну, с 30-х годов начал сниматься, и до конца дней он почти беспростое работал. Его амплуа совершенно нетипичная в ту пору. Положительных героев играли красивые актёры. Самойлов, Стриженов, Лановой. А некрасивые, или со специфической внешностью-таки, играли отрицательных. А вот Санаев был как бы между амплуа. Он играл положительных героев, внешне не будучи красавцем. Скажите, вам какой этаж? Седьмой. Вот это умение работать между амплуа, это мне потом долго это вспоминал. Его, вернее, вспоминал в своих работах, когда появлялись мои будущие злодеи и бандиты. А Симаков говорил, что это его ребёнок? Вот крест, святая икона говорит. Прямо как хозяин распоряжался. Где, говорит, этот мой ребёнок? Врёшь? Зачем ты врёшь, ты говоришь? Зачем? Чего же я врать-то буду? Мы вместе снимались только один раз. Но я запомнил эти съёмки на всю жизнь. Это был первый мой фильм «Я его невеста». Когда мы просим вас отвечать правдиво, без утайки, мы желаем вам добра. Я просто не понимаю вас. И сам уже многое не понимаю. Вот дедушка, он в кадре стопроцентно жил. То есть вообще он выполнял то, что надо по сцене, но при этом это был совершенно живой человек, за которым было интересно наблюдать. У Санаева в руках был, в общем-то, не очень богатый по политике инструмент, если честно сказать. Но когда ты видишь, что человек умудряется так играть, ты заворожен тем действом, которое в нём происходит. Кто у тебя там? Киношники, что ли? Ну, снимать собираются или как? Вот это заслуживает определённого уважения. Зрители верили в реальность персонажей Санаева настолько, что порой осложняли артисту жизнь. Например, после выхода на экраны трилогии о полковнике Зорине на Петровку-38 стали приходить мешки писем, адресованные герою, сыгранному Всеволодом Васильевичем. Просили юридической помощи, писали из мест заключения, искали сочувствия. Мы с ним впрямую столкнулись в фильме «Чёрный принц». Там был один эпизод. Мы снимали на Калининском проспекте, в ресторане «Лабиринт», когда Всеволод Васильевич должен был мне сказать на ухо «Пойди, затей драку». И я должен был удивиться. И вот это вот удивление у меня никак не выходило. Оно не устраивало, значит, Анатолия Бобровского, режиссёра. Раз дубль сняли, два сняли, три. Тогда сел Дивасильевич и говорит, сейчас у него всё получится, я говорю, ну всё получится. И мотор начали снимать, и он так наклоняется ко мне и говорит, слушай, если ты сейчас не вытянешь свою морду, то вытяну тебе её я. И у меня такое удивление, я так на него смотрю, я не могу понять. Иди. Иди, иди, я за всё отвечаю. И сняли, стоп, всё. Режиссёра говорит, ну вот, ну а чё, очень просто чё тут. Эту драку в ресторане Владимир Носик не забудет никогда. Дело в том, что режиссёр ради пущей достоверности массовку о драке решил заранее не предупреждать. Но того, что случилось потом, не мог ожидать никто. В массовке был самбист-третиразрядник. И он стоял к началу драки спиной. Он оборачивается и видит, что бьют артистов. И естественно, у него желание было вступиться за артистов. Он вклинился в драку и стал шуровать. И всё сбилось. И поэтому все стали хватать, кто кому под руку попадётся. Режиссёр видит, что что-то какая-то ерунда происходит. Он крикнул стоп. Но все уже вошли в раж. Оператор вот так оторвался от объектива. И говорит, я кажется, слышал критие о помощи. А вообще ничего, эффектно было. Во всей этой кутерьме только один человек оставался абсолютно невозмутимым. И продолжал точно по сценарию вести свою роль. И это вызывало такую в зале реакцию очень положительную. На съёмках той же картины «Чёрный принц» Севолод Васильевич почувствовал родную душу в актрисе Тамаре Сёминой. Снималась я с ним один раз. Вот с этого одного раза прибавилась подружка Санаев. Сева, 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 Сева. Так комфортно с ним. Человек с таким юмором. А тут совпали наши. Кино, как и театр, это условность, да? А он внутри этой условности был абсолютно органичен. Абсолютно вот как кусок породы такой, природы. Елена Дропека встретилась со Севолодом Санаевым в последнем фильме легендарной детективной трилогии «Версия полковника Зорина». У меня вспоминается только моё волнение. Потому что Санаев, он и был Санаев. А я-то пришла из другого жанра. Я-то была Лиза Бричкина. Очень боялась, что меня Санаев будет осуждать. Я всё на него косила глазом. А он такой добрый. Он меня просто похлопал по плечу, что называется. Что, мол, всё хорошо, держись, работай. У него какая-то хитреца была такая. То ли крестьянская, я не знаю, откуда в нём это. Но вот какая-то такая улыбка была. Вдруг. Как будто он её прятал. Но она пробивалась. Да, ну ладно. У него лукавый взгляд. Ну такой, как с прищуром. А это бывает у очень умных людей. Вот смекалистых, умных. Смекалка у Санаева от дедов и прадедов. Он коренной туляк и очень этим гордился. Всеволод Васильевич родился 25 февраля 1912 года в городе мастеровых талантливых людей. Отец будущего артиста, Василий Николаевич Санаев, работал на оружейном заводе, обеспечивая семью, где было девять детей. Папа очень дорожил своей семьёй, своим домом. Родителей на вы называли. Племянница Всеволода Васильевича вспоминает о своём дяде так, будто он приезжал в Тулу совсем недавно. Приезжал часто, очень приезжал. Приезжал, такое пальто, у него было бежевое такое, вот реклана, рукав свободное, шляпа коричневая была, ну видная. Когда он шёл по улице, он, конечно, выделялся среди вот такого туляков, большое, такое, объёмное. Когда бабушка постарела, мы её к себе стали брать, и Сева к нам приезжал. И у нас очень часто тюльпаны, розы были, значит, Сева цветы нам привозил. Впрочем, степенным Сева стал только в зрелые годы, а в детстве доставлял родителям немало хлопот. Учился парнишка из рук он плохо, и отец отправил его работать. Сначала на патронный завод, а потом на гормонную фабрику. Но главной страстью Санаева в юности был драм-кружок. К парнишке и прозвище приклеилось – Севка-артист. Он всегда был здесь в театре, это было любимое его времяпровождение. Ну вот, дедушка сказал, что ты что, не хочешь работать на гормонной фабрике? Смотри. Потом-то он поехал в Москву. Дедушка был против, что он уезжает. И говорит, если будешь шалды-балды бить, не возвращайся. Дедушка ездила в Москву к нему. Смотрите, как он там, что. Когда приехал, и говорит, Маш, успокойся, не волнуйся, Севка правильно выбрал дорогу, не волнуйся. В Москве Сева поступил на театральный рабфак, а потом окончил и ГИТИС. И, о счастье, среди 700 претендентов именно его взяли в труппу МХАТа. А это была самая сокровенная мечта Санаева. А когда он учился, он посмотрел несколько спектаклей, и он для себя решил, что или в этом театре работать, или нигде. Параллельно с началом работы во МХАТе Санаев сыграл свою первую главную роль в кино. И не у кого-нибудь, а у самого Ивана Пырьева в фильме «Любимая девушка». Партнершей молодого артиста стала звезда советского экрана Марина Ладынина. Никакие найду я слова для огней, проплывающих мимо, если город волшебный Москва отразился в глазах у любимой. Любимую девушку, ставшую его женой не на экране, а в жизни, Всеволод Санаев встретил во время гастролей МХАТа в Киеве. С первого взгляда он влюбился в студентку филфака Лидию Гончаренко и сделал ей предложение. В Москву они вернулись уже вдвоем. Мама была умница, мама была с юмором, мама была азартная, мама была начитанная очень, мама в актерском деле понимала. Когда папа работал в МХАТе, училась с ним, роли помогала ему, подбрасывала реплики. Вскоре у супругов родился сын, Алеша. Санаев повез молодую жену и первенца в Тулу. Хотел, чтобы родители порадовались его безграничному счастью. Мой сын. Но, как говорят в народе, когда все слишком хорошо, жди беды. Первое недоброе почувствовала Мария Николаевна, мама Всеволода. Бабушка ей сказала, ой, Лид, он жить не будет на Алешеньку. Мама просто до речи потеряла. Почему? Она говорит, у него глаза пустые. Это примета такая есть. У него очень красивые были глаза. Но не было вот этих уголков. Вот здесь вот. И мама была просто в шоке. Она очень обиделась на бабушку. К несчастью, страшное предсказание сбылось очень скоро. Началась война. Санаев застрял со съемочной группой в Борисоглебске. Въезд в Москву был уже закрыт. А Лидия с двухлетним ребенком успела эвакуироваться в Алмату. Там Алеша заболел горью и дифтеритом. Мать была в отчаянии, что не сумела спасти сына. Там уже в дороге, в поезде. Какой может быть гробик? Она коробочку нашла и в коробочку его положила. А мать была красоты неописываемой. На нее был похож, на Лиду. От потери сына Лидия так никогда и не смогла оправиться. Похоронив Алешу, она несколько месяцев искала мужа. И чудом его нашла. Это была трагическая встреча. Увидев лицо жены, Всеволод сразу понял – сына у них больше нет. Не может этого быть. Спасти Лидию могло только одно – ребенок. В октябре сурового 42-го года в семье Санаевых родилась дочь Елена. Казалось, счастье вернулось к безутешным родителям. Но мать так тряслась над девочкой, так оберегала каждый ее шаг и ежеминутно боялась потерять ребенка, что счастье порой оборачивалось настоящей трагедией. Когда ты, допустим, теряешь своего ребенка, который умирает у тебя на руках, и когда второй твой ребенок в 5 лет заболевает инфекционной желтухой, ты будешь уже, так сказать, доволен тем, что есть, но лишь бы он был жив. А вскоре Лидии пришлось не меньше, чем за дочь переживать и за мужа. В 35 лет на съемках фильма «Алмазы» у Всеволода Санаева случился инфаркт. Вечный патологический страх за дочку и мужа сделал Лидию Антоновну раздражительной и привел к глубокой депрессии. Обстановка в доме становилась непереносимой. Вся ее жизнь была посвящена нашему здоровью, нашему спасению и так далее. А это, между прочим, тоже накапливает какой-то негатив. Когда ты служишь другому, пусть любимому, но ты служишь, служишь и служишь. Не выдержав тирании любви, Санаев поехал в Тулу, чтобы посоветоваться с родными, как быть. Сева сказал маме, что, мол, не могу я больше с ней, не могу, я оставлю ее. А бабушка сказала, Сева, ты что? У нас не принято бросать семью свою. Ни в коем случае не делай этого. Но такую слабину Севолод Васильевич позволил себе только однажды. Терпел. Оберегал жену от посторонних глаз. К себе домой никого не приглашал. Не хотел пересудов. А на людях всегда старался быть веселым. Шутил. Никому никогда не рассказывал о своих бедах. Никогда. Только анекдоты, только истории, только подтрунивание вообще над партнерами. Складывалось такое впечатление, что боль гасит вот этими шутками своими. Он прячется за эти вот шутки. Не дай бог, кто-то подумает, что ему как-то неважненько. Когда на душе становилось нестерпимо тяжело, Санаев шел к друзьям. Особенно любил бывать у поэта Леонида Дербенева. Почему Сева любил Леню? Не знаю. Но он человек был хороший. Очень уважительно относились друг к другу. Но любили друг друга, потому что не зависели друг от друга. Никак. В общем, друзья. Каких у него не было. Сева делал только добро. Леня не делал для Сева ничего доброго. Ничего не сделал. Точно. Сева к нам приходил очень часто. Наблюдая за хлопотами улыбчивой гостеприимной веры и слушая веселую трепотню друга, Севолод Васильевич словно оттаивал и начинал улыбаться. Леня говорит, Сева, тебе же надо как Жану Габену, гангстера какого-нибудь играть. Вот сыграл бы ты какого-нибудь гангстера, мы бы с тобой по острову купили бы где-нибудь. И негритянки в наколках нам бы кофе приносили. Гангстер Асанаев так и не сыграл. Хотя что-то габеновское в нем действительно было. Но в европейское кино все-таки вошел. Это был фильм производства немецкой студии «Дефа» и «Аламея», снятый в жанре научной фантастики. Очень интересная у него была роль в немецком фильме, где он играл лоцмана, так называемого, космический, какой-то абсолютно, знаете, хемингуэевский такой образ, в свитере с этой бородой. Это единственная вещь земли, которая у меня есть. Хороший старый будильник и красивый подарок. Эта вещь для меня очень важна. Но самым большим подарком судьбы Всеволод Васильевич считал встречу с Василием Шукшиным, который его обожал, заприметил сразу и часто говорил, «Санаев по непростой простоте своей – мой актер». Он по духу был такой настоящий, что между ним и образом нельзя было, не было абсолютно никакой щелочки. Это мастерство Санаев виртуозно продемонстрировал в роли Ермолая Воеводина в фильме «Шукшина. Ваш сын и брат». Вы хорошо живете, вы живите, хрен с вами. Тот дурак молодой тоже. Чего ты его сманил куда, Максима-то? Чего он там ошивается-то? Знаете, надо от Эва подучивать, как ему скорее квартиру с сортиром получить. Всеволод Васильевич, я говорю, «Ну расскажите, как у Шукшина вы работали?» Он говорит, «Санька, не буду рассказывать». Я говорю, «А что? Ой, не дай бог, сглажу. Вот, сглажу, и вдруг Вася меня на следующий фильм не позовет». Вот он так трепетно относился. Но Шукшин находил для Санаева роль в каждом своем фильме. В «Артисте непростой простоты» Василий Макарович, например, углядел ученого, лингвиста, профессора. И здорово получилось. Богат народ. Веками хранит свое добро, а отдает даром. Надь, вот в этом чемодане пудзол. Могу показать, хотите? Нет. Во всяком случае, он сказал, что Макарович, говорит, если бы, говорит, пожил подольше, вот, то, говорит, я бы и комедийную роль сыграл. Комедийную роль у Шукшина Санаеву сыграть не довелось. Прости меня за комедию-то. Ничего, Вань. Смерть Василия Макаровича стала для Санаева личной трагедией. Долгие годы Санаев занимал высокий пост в Союзе кинематографистов. Распределял путевки и квартиры. А сам продолжал ютиться в маленькой комнатушке в коммуналке с дочкой и женой. Сначала папа жил в девять-метровой комнате, потом дали 14-метровую комнату, а потом улучшили, дали комнату 16 метров, где было меньше соседей. И только благодаря тому, что отец ушел из МХАТа и начал активно сниматься, благодаря скромности моей мамы, которая каждую копейку складывала, удалось накопить деньги на кооператив. И вот, наконец, в 47 лет он переехал в кооперативную квартиру. У этого человека был свой собственный кодекс чести, который он ставил выше комфорта, денег и даже профессионального успеха. Это не все же так жить, чтобы только в корысть себе, да в усладу. А если вот надо? И вот я, к примеру, всю жизнь так живу. Надо, делаю. Вдруг он так ко мне оборачивается, говорит, а у тебя какая ставка? Я говорю, у меня 13,50. Говорит, сколько? Говорю, 13,50. Ну, после прошла эта тарификационная комиссия, очередной день, когда мы снимаемся. Он говорит, ну, я тебя поздравляю, у тебя 16,50. Ты все понял? Я говорю, Сеал Ду Васильевич, большое вам спасибо, я все понял. Ну, вот иногда Сеал Ду Васильевичу, при всей его мягкости, удавалось. Он все-таки был секретарем парт-организации, театра киноактера долгие-долгие годы. Это я помню. В то время, когда хотели отобрать театр у актеров, он много сделал для того, чтобы этот театр остался с нами. Как правило, Всеволод Васильевич и в кино был адвокатом всех своих героев. Но если уж он играл негодяя, то был на редкость достоверен. И режиссеры это знали. В 1983 году Вадим Гербенев пригласил Санаева на роль главы семейства «Фортескью» в детективный фильм «Тайна черных дроздов», снятый по роману Агаты Грисли. Вадим Клавич Дзебенев, который, в общем-то, очень тонким вкусом обладал и интеллигеннейший человек был, ему нужен был этот отец этого семейства. Крупная фигура и в буквальном, и в переносном смысле. Это должен был быть очень известный артист. Он должен был быть фактурный. И это должно было быть убедительно. Твоему болвану-учителю нужно не ты, а я и мои деньги. Перси, ты тоже чем-то недоволен? Посмотри лучше на свою жену. Она толстеет без стол, вместо того, чтобы родить тебе сына. Как он сыграл? Такой сарказм, как гвозди звенящие, которые он вбивал. Ведь он же там очень немного появляется. Но четко ясно, что, имея такого папашу, семья изуродована полностью. Каждый, кто рядом с ним находится на экране, может быть, его убийца и всех остальных тоже. То есть это было абсолютно точное попадание. Внешне казалось, что жизнь Всеволода Васильевича размеренна и благополучна. Он много снимался, играл в театре. Одно время преподавал во ВГИКе. О прогрессирующей болезни жены Санаев по-прежнему никому не говорил. В этом смысле он отличался от всех, что он это дело не афишировал и что это было за семью печатями. Как мне, во всяком случае, казалось. Он не хотел, чтобы об этом кто-то знал. Я тебя очень прошу, пожалуйста, уходи прямо сейчас. Ну, ты же видишь, я никуда не ухожу. На вопросы знакомых о супруге Всеволод Васильевич отвечал скупо. Трудно, говорит, с ней. Ну, что же делать? Это мой крест. Как русский, как православный, несмотря на то, что мы секретарем парторганизации, в нем это чувство было, что раз женился, один раз. Но друзья по обрывкам этих коротких фраз догадывались, что живется Всеволоду Васильевичу трудно. Было такое впечатление, что он все время на нервах. Вот, может быть, вот из-за семьи, вот из-за супруги, которая очень тяжело болела, и он очень переживал, и эту боль он носил все время с собой, в себе. Вот это чувствовалось, его вот это вот какая-то вот тревожность, что вроде бы вот он здесь, вот среди людей, вот с кем-то общается, разговаривает. А мыслями он там, он дома. У мамы нарастала депрессия, недовольство собой, своей жизнью. И она говорила, что мне остается, ваши болезни и кастрюли. И в этом есть глубокая правда, между прочим. Когда мама заболела и попала в больницу надолго, то замечательный, изумительный актер Сергей Лукьянов сказал, оставь Сева, уйди в чем есть, ты все наживешь, потому что дальше будет только хуже. И папа сказал, что я никогда ее не оставлю, потому что это женщина, которая подарила мне свою молодость, родила мне двоих детей. Как бы там ни было, жизнь шла своим чередом. Силы актеру по-прежнему давала работа. Дочка выросла и стала радовать отца своими профессиональными успехами. А вот ее личная жизнь была для Всеволода Васильевича источником постоянных волнений. Лена неудачно вышла замуж, и скоро осталась одна с ребенком на руках. Молодая актриса много снималась, и Паша рос в доме бабушки и дедушки. В быту вот его актерство не проявлялось практически, то есть не практически, а вообще никак. То есть он был очень такой спокойный, скромный. Я тогда совершенно не воспринимал, не понимал дедушку как артиста, его ценности как артиста. Вот это мне жалко. Он был такой вот вожак домашней стаи. Он приносил домой какие-то сумки с продуктами. Причем это был Советский Союз, время дефицита. Дедушка был такой вот добытчик корма. Жизнь своей семьи Павел Санаев описал в автобиографической повести «Похраните меня за плинтусом», ставшей в 90-е годы бестселлером. Автор видел в своей книге хронику веселого абсурда. Это правда, что когда, допустим, Паша болел, и мама делала с ним уроки, и Паша, так сказать, отвлекался и делал какие-то ошибки, и мама говорила, ты сволочь, ты на бритвах учишься, потому что она бритвы стирала ему эти ошибки, чтобы тебе эти бритвы все в горло влезли. Второй год на бритвах учишься, чтобы тебе все эти бритвы в горло всадили. Освещая все вокруг румяняной змеёныш, иди сюда, дрянь такая. Мама, конечно, могла, могла сказать, Лёля, что ты одела? Что у тебя на голове? Мама, шапка. Это кастрюля, а не шапка. Но в 2009 году режиссёр Сергей Снежкин снял по этой повести более чем серьёзный фильм. Будешь учиться? Учиться? Что правда в фильме, а что творческий вымысел? Об этом в своё время было много споров. Но все, кто близко знал эту семью, с трактовкой режиссёра не согласны. Книжка очень симпатичная, вызывает улыбку. А вот картина, образ бабушки, несмотря на мою беспредельную любовь к Светочке Крючковой, могу сказать, ну, это режиссёр постарался. Наверное, чтобы это звучало именно так. Грязно, безобразно. Твоя мамочка чума бугонная. Если придёт, то только на твою могилку. А день рождения у тебя будет? Тогда, когда я скажу. Ему было важно показать несчастного ребёнка и монстров, так сказать, дедушку с бабушкой. А они монстрами не были. Понимаете, они были безумно любящими. Готовы вообще пластаться ради него, ради его здоровья. А он действительно болел много в детстве. Паше было три года, когда его мама на съёмках картины «Докер» познакомилась с Роланом Быковым. Этому человеку было суждено примирить все страсти в семье Санаевых. Хотя поначалу и Лидия Антоновна, и Всеволод Васильевич, мягко говоря, были не в восторге от очередного выбора дочери. Мода такая пошла. Надо про любовь трезвонить. Ну, давай про любовь. Пап, ну что ты завёлся-то? Мать! Ну, чего тебе? Иди-ка сюда. Сейчас будем открывать глаза дитю родному. Так, так, так. Это уже интересно. Интересно. Любовь в кольцо. К Ролану он относился с неприязнью, потому что как партсобрание какое-то, там Ролана склоняют, склоняют. И когда Леночка вдруг с Роланом, для Санаева это был удар, конечно. И маме звонили доброхоты, и даже князева звонила, бывшая жена, что он ей сломает судьбу. Вопреки всем мрачным прогнозам, Лена была счастлива. Очень быстро Быков нашёл подход и к Лидии Антоновне, и к Паше, которому и сегодня кажется, что отчим он был гораздо интереснее, чем деду. У меня ещё не было никаких понятных планов на жизнь, да, и про сторону кино я вообще не думал, то, что я буду писать, я тоже ещё не очень понимал. И поэтому в дедушкином представлении, я так понимаю, что у него сложилось обо мне мнение, что я такой бестолковый дурачок. Поэтому никаких моих дел, о которых бы я мог ему рассказать, а он мог поинтересоваться, поддержать, этого не было, как-то не сложилось. Вот с Роланом сложилось, потому что он проявил активнейший интерес к тому, что я писал, начал в этом поддерживать, что-то подсказывать. С дедушкой ничего подобного у нас не произошло. Однако Всеволод Васильевич мечтал поговорить с внуком, только не привык навязываться. Ждал, когда Паша сам покажет, что там пишет в своём уголке. Пишет он всё, пишет, пишет, читать не даёт. Это он про внука. Но радовался, что пишет, пишет, да. Родители хоть и ревновали дочку и внука к Быкову, но теперь были уверены – Лена и Паша в надёжных руках. Они как-то пришли ко мне, наконец-то они были довольны, что у меня хороший дом, что у Паши такие замечательные отношения с Роланом. Посидели, посидели. И мама его поцеловала, и папа сказал – «Цилуй, целуй, пока тёплый». Грустный юмор – это Санаевская. Таким Всеволод Васильевич остался и в памяти зрителей, которые уверены – Санаев в жизни и Санаев в фильме «Белые росы» – это один и тот же человек. «Саневр, я сейчас скажу, я сейчас скажу, лежать, пусть Федос лежать!» У Маруси дочка от тебя? Да, от меня. Вставай! Значит так, Мишка, на Маруси женишься сразу, я тебе её позорить не дам. Если ты ещё хоть раз про неё вякнешь, голову снесу вот этим топором. Веришь? Вот и хорошо. Живи как человек. Сказать что-нибудь хочешь? От чьего ты, Федос? Был бы в зоне, королём ходил. Будь здоров! У вас все замечательные было чувства юмора, причём он, что называется, не раскалывался со мной, люди умирали рядом. Такой насмешник, с такими бесконечными подковырками, просто хорошими, добрыми, замечательными. Ты что, холодный же? Ты от своей злости раньше времени загнёшься. Не надеюсь. Загнусь, конечно. Да. А тебе переживу. Да. Ишь ты. Поднатужись. А тебе переживу. Да. Раз что поднатужись? Иди, иди. Иду, иду. Партнёром Всеволода Васильевича был его близкий друг Борис Кузьмич Новиков. Однажды Всеволод Васильевич сказал, ну, ты Белый Трос видел? Я говорю, видел. Говорю, очень мне понравились ваши работы. Я, знаешь, постеснялся режиссёру сказать, чтобы поменяли нас ролями. А я говорю, как? Говорит, мне хотелось Борькину роль сыграть. А Борька, говорит, всё время вот такой, такой. Говорит, а вот сыграл бы он мою бы роль. Вот, Весь, не можешь ты. Красиво говорить-то. Зато думаю, красиво. Роль почтальоншей Верки сыграла актриса Наталья Харахорина, которую Санаев всячески опекал на съёмочной площадке. Как он на меня смотрел в кадре. Это всегда останется со мной. Когда мы снимали вот нашу с ним основную сцену, я увидела такой огонёк, который прям вот в эту данную секунду, он прям засиял. Ну что такое, дядь Федь? И я про себя думаю, ого, надо же, он же старый, а такой молодой. Всеволод Васильевич сказал, за всю вот эту его огромную кинобиографию, такой атмосферы, какая была на картине «Белые росы», у него не было никогда. Он работал, как в последний раз. Всеволод Санаев и в самом деле, как будто попрощался в этом фильме, со всеми, кого любил и для кого трудился. Лидия Антоновна угасла, и он вместе с ней. Женщина, столько лет жившая в постоянной тревоге, ушла спокойно и тихо. Всеволод Васильевич без жены жить не захотел. Оказалось, что стремление утешить свою воительницу, вызвать на её лице хоть редкую улыбку, стало смыслом его жизни. Финал этой оптимистической трагедии мог быть только один. Вместе до последнего вздоха. Он сказал, не хочу, Лёля, без Лиды. Я говорю, папочка, ну поживи хоть, поживи хоть какое-то время. Ради Паши, ради меня. Он сказал, Лёленька, я бы рад, но не получится. Клянусь любить тебя и в горе, и в радости, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас. Он остался верен этой клятве и пережил жену всего на 10 месяцев. Папа умирал в нашем доме. И когда приехала скорая помощь, и хотели его забрать, он сказал, нет, он умер дома с Лёлей, с Роланом. Я скучаю по нему. Всеволод Васильевич умер 27 января 1996 года. Ушёл, как хотел. Не на больничной койке, а дома, на руках у Ролана и Лены. Большой, красивый, надёжный. Истинно русский человек. Пришёл мой вечер. Уже нечего мне у тебя просить. Только осталось спасибо тебе сказать. За то, что родился, за то, что мучился, гранулся, плакал, во всём. Пошли нашим детям тепла и свет. Согрей их. На земле нет жизни без тебя. Спасибо тебе. Спасибо.